друзья всем привет монтирую гипсокартона потолок высота 330 то есть не шуточная пришлось сделать такую ногу шарнирный такой подъемник и с помощью его поднимаем так мы начнем эти опоры это под гипсокартон вот это у нас шарнирный механизм рамка сама вот она у нас рамка на которую мы кладем гипсокартон лист и сама нога это три бруска 48 на 20 укосины между собой сделаны здесь немножко с высотой я когда разбирал на той стороне через матницу я переводил ноги пришлось раздвигать ей не померил с высотой не угадал и пришлось немножко сейчас подкладываем но это так к слову так вот для удобства видим на потолке у нас есть вот здесь вертушка стоит тут вертушка вот вертушка мы там поддерживающие на матрице бруски и обрезки то есть мы лист подняли вертушки защелкнули и все сейчас покажем как мы это делаем а а а Продолжение следует... Вот мы его подняли, треногу немножко придерживаем, а эта часть подвижная, здесь нога у нас, она стоит на стремянке, стремянку можно двигать туда-сюда, тем самым ее выше-ниже опускать. Ну и сейчас ее позиционируем по месту, защелкнем и можно будет прикручивать. Поставил я на место, то есть мы лист на рамке протолкнули, завели его вот на те поддерживающие бруски, ну и вот эти вертушечки закрыл. Вот видим, что у нас получилось. Сейчас можно опустить рамку. Сейчас мы это и сделаем. Вот она у нас, ее берем. Отпускаем. Вот, чтобы вы понимали, как это все работает, все просто. Если просто на руках туда поднимать на такую высоту, 3,30 повторюсь, это было бы нереально. А здесь быстро, удобно. Рекомендую. Может кому-то пригодится. Ну и я говорил, что никогда не использую в своей работе пленку. В данном случае у меня материал нетканый, защитный. Использую я его от пыли. Поскольку у меня там будет утеплитель КНАУФ, мой любимый. Вот, и чтобы он мне не пылил сюда, я положил. Но здесь у меня не хватило. Старый спонбонд взял, прибил. Конечно, качество у него так себе, но от пыли защитит. Больше мне не надо. Прикрутил, убрал вертушки, поддерживающие бруски. Вот там у нас пойдет плинтус. Здесь у нас тоже пойдет нащельник. Может быть еще в середине, через 60 пущу. Посмотрим. То есть все будет стоять, как должно быть.